здрасте после душа что ли после ванной в костюме который сама вязала на ну были времена но какой красивый наряд самец конечно молодец на этим не пройду хочешь шляпе показать покажись покажись с бантиком я себе купила шарфик показывает сумочку шарфик у тебя цвета как как у вани она все любит вот это как я говорю малахита зеленого это она даже какую то купила то ли фиртюрница забыл застожив что-то с малахитом красну красиво цвета такие как бы желтого а сейчас одела полушубок светлые смотрю тоже рукавички зеленые и сумка все хорошо все красиво мажьте хорошо я говорю блестишь кремом намазалась кем положено кому положено 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 ухаживать за кожей лица и вообще за за всей кожей я сказала тебя заснять с него только не знаете давай вот тут вот так в комнате все снегурочка шел снегурочка наталья сапожки белая шубка как у зайца едой тебя снабдили дружно молодцы дай бог когда вы постареете чтобы машин чтобы за вами был такой же вот уход как за мной столько внимания столько любви ну все пока все привет пойдем надо черныша найти всем доброе утро решила я сегодня приготовить свиные ребрышки с рисом купили мы вчера свеженьких таких хороших красивых ребрышек почему они саша не помнишь 790 ну версия магазине я их покупаю очень редко потому что эту свинину мы не особо едим но вот что-то вчера они мне приглянулись думаю надо взять и приготовить ребрышки с рисом это не плов потому что плов готовится совсем по-другому но и буду вам показывать как я буду готовить дальше налила немножко подсолнечного масла положила в казанок ребрышки и пусть они у меня немножко потушится потом будем добавлять сюда лук морковку рис и специи и будет вот такое вкусное блюдо нам к обеду всем приятного просмотра хорошего настроения на целый день ну что ребрышки приготовились у меня до полу готовности до полу готовности мяско мягкое свеженькое пахнет вкусно ну девочки как всегда я слушаю радио пьесу мне так веселее готовить сейчас будем опускать в кастрюльку в казанок где тушатся ребрышки овощи лук и морковку немного подсолю и добавлю вот такой приправа для плова это не плов я уже сразу говорила просто ребрышки с рисом ну а приправа улучшит вкус блюда правда еще буду делать сегодня салат покажу вам какой все работаем дальше подсолила добавила специи сейчас накрываю крышкой и пусть наши ребрышки готовятся дальше какой аромат специи ох и вкуснятина у меня будет давно я вам не показывал как я и что готовлю ну сейчас зима время у меня больше будет будем вместе с вами что-то готовить овощи лук морковка немного с ребрышками протушились сейчас будем сюда высыпать рис добавлю чесночка залью водичкой ну где-то пальчик на полтора выше риса потому что рис себя много воды впитывает девчонки поверьте как пахнет у меня вкусно на кухню можно эти ребрышки вот и потушите так и любой гарнир гречка макароны картошка перловка все что угодно но у меня будет общее блюдо с рисом ну что рис уже в казанке еще я видите вот беленький это у меня чеснок три таких крупных зубчик чеснока еще воткнула в рис сейчас я налью водички закрою казан крышкой дам хорошо закипеть а потом убавим газ на самый медленный огонек и все и пусть наш вкусный рис готовится вот смотрите сколько я налила водичную на полтора два пальчика высотой не больше больше не надо и будет самой то закрываем крышкой ну что девчонки работаем на кухне дальше слушаем радио пьесу так хорошо мне тепло за окном снежок сейчас покажу вот у нас какая легкая зима четыре градуса мороза смотрите снежок классно но мы привыкли к теплой осени и к лету и вдруг тут зима как-то немножко неуютно но зато красиво еще я хочу приготовить вредненький салат с майонезом с крабовыми палочками яйца все на глаз берется вот смотрите какое количество ну сыра может грамм 100 150 не больше банка кукурузы крабовые палочки яйца ну и майонез этот салат иногда я заправляю подсолнечным маслом со сметаны 50 на 50 тоже очень вкусно может даже так и сделаю посмотрю хотя в холодильнике вот есть у меня майонез все чистим яйца режем крабовые палочки сыр натираем на терку все в салатник заправляем и еще одно блюдо у меня сегодня будет к обеду вот как то так выглядит рис с ребрышками я убавила на самый медленный огонь и пусть тушится ой ой как вкусно пахнет мясом давно я не покупал эти ребрышки летом жарко мясо есть не особо хочется а когда на улице холодно можно такое блюдо приготовить правда смотрим как готовится наш рис смотрите вода уже потихонечку впиталась в него и минут через десять-пятнадцать может даже через десять все будет уже готово как вкусно пахнет это приправа для плова можно сказать получится как плов и так и салат уже готов у меня только сейчас помешать его перемешать хорошо добавить майонеза я сейчас немножко сделаю подсолнечного масла ну может столовую ложку масла подсолнечного столовую ложку сметаны чуть-чуть добавлю молотого перца и немножко попробую как будет вкусно невкусно хотя так делаю очень часто майонез конечно с майонезом все вкуснее когда делаю салаты я их сразу не заправляю вот когда идет подача на стол перед подачей заправляю а так стоит он у меня без майонеза вот как то так но я взяла две столовые ложки подсолнечного масла вот такое я беру две столовые ложки с горкой сметана 15 процентной и черный молотый перец шикарная вкусная полезная заправка для салатов попробуйте девочки регулируйте сами можете подсолнечного масла поменьше сметана побольше или наоборот смотря какие ингредиенты вот в этом этот салат суховат там сыр сыр и туда всегда надо побольше или майонеза ну чем будете заправлять салат а если как горошек салат зеленый горошек там немножко меньше можно а этот салатик суховат все сейчас я хорошо перемешаю покажу вам что получилось вот так вот получилось вот так майонез без ешек скажем вкусная салатная заправка попробуйте девочки я думаю кто не любит майонез вполне можно обойтись без него сейчас немного заправим салатика покажу как можно его красиво подать на стол эту заправку обязательно нужно подсолить немножко а у нас солнышко небо смотрите какой красиво тихо тихо еще кое-где листочки на березе не хотят и хотят встречаться с зимой никак не хотят вот так вот но зима тоже нужно легкий морозит хорошо лишь бы только не 30 градусов салат тарелки даже не скажешь что это не майонез на вид как майонез правда сейчас попытаюсь его красиво украсить кстати мой санек он к майонезу так отрицательно относится как я я такие заправочки делаю часто если салатики делаю то в заправке у меня как говорится всегда уме держится что можно обойтись и без без майонеза можно обойтись сейчас я его украшу и покажу сделаем сейчас посыпочку из сыра и будет супер-пупер ура 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 а я сижу в комнате фильм делаю монтирую и слюнки текут думаю чего так вкусно пахнет с кухни оказывается тут производство налажено салата салат но не знаю чем не важно самое главное что он есть ли вижу крабовые палочки кукурузку вижу нормально должен быть вкусный выглядит аппетитно очень радует молодец татьяна спасибо дорогой пожалуйста кстати салат заправлен не майонезом спасибо тебе на номер спасибо тебе мне спасибо тебе я и говорю мне спасибо а ты меня благодарит за то что ты ешь мои вкусные блюда всегда хвалишь мне это нравится я могу никогда не скажет у соседки ты на старый они наверно так и не готовят мне нравится то что саша никогда меня не обижает если даже что-то невкусно приготовлено никогда мне не скажет что невкусно или ну в общем вот он у меня такое мне это радостно а я думаю что всегда все вкусно правда санек конечно вкусно наши друзья из чехии прислали вот сообщение и сообщение и и радостно и печально и печально то что простояли на границе 7 часов сколько напишет было 15 машин да вот представляете одним словом без комментариев без комментариев кто занимается этой ерундой и с той стороны видно хорошие и с той стороны это как игры какие-то нехорошие игры с такой скоростью машины пропускать такая установка так что ну а радостное событие то что все-таки они уже дома мы стали написали сообщение отправили пишем отдыхайте приходите себя а там уже будем может вечером созвонимся или завтра уже как получится вот такие новости второе блюдо тоже уже готово так что можно смело обедать приятного аппетита а а